Рисует листьями и создает картины из цветов. Жительница Севастополя Виктория Горбунова словно художник пишет необычные полотна. Фитостены. Новый тренд в дизайне интерьеров. Все чаще вертикальное озеленение, как живое, так и искусственное, можно встретить в кафе и ресторанах, в офисах и бизнес-центрах, а также в домах и квартирах. Эти зелени на самом деле абсолютно разные. И чем она по своей фактуре, по длине, по форме разнится, тем даже интереснее и богаче композиция. Кто-то предпочитает, если это интерьер классический, то туда, конечно, ты более пяти цветов не интегрируешь. Особо популярен в интерьерном декоре стабилизированный мох. Это обычный мох, но влага в нем заменена субстратом на основе глицерина. Такая пропитка по действию подобна криогенной заморозке. То есть стабилизированный мох жив, но все процессы жизнедеятельности в нем остановлены. Это позволяет долгосрочно использовать растения в интерьере. Мох очень долго живет. Если при правильном уходе, он живет до 10 лет. 8-10 лет, он будет вас радовать. И, как вы заметили, можно его понюхать. У него есть свой запах лесной. Поэтому дома у вас всегда будет кусочек природы. И если поддерживать влажность больше 40%, то он и на ощупь сохранит свою активность, пушистость и вечно зеленый. Даже если он вдруг засох, то это не проблема. Вы всегда можете поставить емкость с водой, и он обратно приобретет свой первичный красивый благородный цвет. Зеленые стены или участки стен придают особый уют помещению. Такой яркий акцент радует человека и заряжает на энергетическом уровне, уверена Виктория. Я никак не думала, что я в дальнейшем пойду на дизайнера, на декоратора, на озеленителя. И что это настолько крепко войдет в мою жизнь, настолько пропитает меня, что сейчас я даже себе, честно, не представляю. Это вот не только какое-то хобби, работа, это вот такой отклик души, что, ну, не знаю, это вот то, что меня наполняет, радует, вдохновляет. Это, ну, это действительно то, что мне нравится, и то, что отзывается, как говорится, нет голоса вернее, чем голос сердца. Вот, наверное, вот так вот я бы могла охарактеризовать свою работу. Что такое фитостены и какие растения для вертикального озеленения лучше выбрать? В чем заключается идея экологичности пространства? И где применяют стабилизированный мох? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске программы «Сделано в Севастополе». Фитозоны и вертикальное озеленение. Пространство в стиле эко. Премьера сегодня в 19.30.